Вечер добрый! Слушаете вы свое радио? Как обычно, надеюсь, по доброй сложившейся традиции, вы с нами. С понедельником у вас новая неделя началась. Ну и, как обычно, по будням с 8 до 10 вечера в студии своего радио появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живенько беседуем, ну и песни они нам свои исполняют. В общем, для кого-то сегодня это будет знакомство, а кто-то, в любом случае, зная эту группу, получит не лишний раз удовольствие. У нас есть традиция, давнишняя традиция. Прежде чем мы начинаем говорить, мы поем. Вот сначала будет песня, в некотором смысле музыкальная заявка, чтобы стало понятно всем, кто слушает нас сегодня, что будет происходить. Ну а дальше, само собой, уже и к разговорам приступим. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Давайте-ка поехали! Нежность Просеянно в неге немой пустоты Терялось за осенью солнце Увлечься рельефом сонной звезды В минутах прощания сходства Остывшим лучом играли твои Раскрашенные ресницы Заснеженный голос Стремал в немоте В предутренней вязкой темнице Шепотом, шелестом, шариком слов Поцелуй меня ленью рассвета Проведи по секунду Омай, хвалу своим дыхание Где ты? Лай, ла-лай, ла-лай, ла-лай Обними меня ветром своих частот Разрисуй мои слезы зорницей Пригаси ко мне нежностью свое лицо Я пойму, что мне это не снится Шепотом, шелестом, шорохом снов Поцелуй меня ленью рассвета Проведи по секунду Омай, хвалу своим дыханием Где ты? Научусь слепой на готее дождя С ними смеемся, что не важно Я вижу тебя даже там, где нельзя Различить полудова Радушный лай Лай, 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 лай Субтитры сделал DimaTorzok Ну, по крайней мере, раньше, как минимум, была журналистом, хотя журналист не может быть бывшим, если человек занимается этим когда-то, то он, наверное, ко всем настаётся человеком въедливым, в хорошем смысле, если это хороший журналист. Кира Сергеева. Да, журналистика научила меня слушать людей и задавать вопросы. И играть на клавишах, и петь. Ой, нет, это музыкальная школа. А это всё-таки музыкальная школа. Был грешок. Да. Но после музыкальной школы ничего уже такого вышло? Нет, я музыкальную школу закончила по классу флейты, поэтому, собственно, немножко и пою. Девушка и флейты, это так эротично, скажу я вам. Это нужда заставила, у неё была астма, и родители отдали. А это лечит астму? Да. Да, очень сильно. Серьёзно? Никогда не думал. Развивает лёгкие дыхания. Никогда не думал. Кто-то думал, почему у меня астмы нет? Я в школьные годы гарнистом был. О, конечно. Да, и так... Думаю, что ж такое, у всех астмы у меня нет. Видимо, это с детства всё. Не знал, вот правда не знал. Вадим Еремеев, ну, собственно говоря, этот мужской голос вы сейчас услышали. Он и на подпевке был, на бэк-вокале, и бэк, и вокал, и гитара, и бас, и программирование, как я понимаю. Ага. Это всё один человек. Легло на хрупкие плечи. Вадим Еремеев. За барабанами, ну, как обычно, на кухне всегда у человека всё своё. И микрофон собственный, который можно сейчас левой рукой так раз к себе. Хоп, и получилось. Нет. Егор Юркевич. Да, всё верно. Привет. Привет, дорогие. Это, собственно, и есть команда под названием Шактилока. И эта команда сегодня будет радовать вас и знакомиться с вами, если вы их творчество до сей поры не знали. Сообщу, как с нами связываться. Это важно, потому что люди что-то пишут, и нам хотелось бы... То, что они пишут, всё-таки читать. 4647 — это короткий номер для ваших смс-ок. 4647 — сначала пишите свои, делайте пробельчик, а потом уже всё, что хотели бы адресовать музыкантам. Опять-таки, если вам просто, может быть, неудобно... Вы сейчас не дома, скажем, не у компьютера, и где-нибудь в группе ВКонтакте неудобно по клавишам стучать на своём гаджете, то удобнее отправить смс-ку. Что касаемо группы, это, понятное дело, официальное сообщество ВКонтакте. Так оно и называется. Своё радио, официальное сообщество. Там уже давно выложен анонс. Они на крыше. Очень такая изящная, я бы сказал, красивая очень и атмосферная фотография. Ого, крыша, там метров, наверное, 200. А это что, это не крыша? Это Выборг. Это башня Олаф в Выборге. Мы на неё забирались, забирались и... И собрались. Да, и вот Кира, ей очень страшно было к парапету подойти, вот она в таком... Да, в другую сторону её принесла. Легла. Ну и ты, я бы тебе сказал, стоишь так немножко подрифиваешь. Есть, маленькая. Конечно, 200 метров-то высота, это страшно сказать, страшно подумать. А дышка ещё там... Но одышку не видно. Одышку не видно никоим образом. В фотошопе ли её? Так вот, под фотографией, собственно, можно отписываться, и там уже много чего написано. А в самом тексте анонса группа, название коллектива, группа Шактиллока, выделенная синим. Значит, активная ссылка, кликая на которую, вы моментально оказываетесь в них в сообществе. Остановясь частью этого сообщества, по сути дела, становитесь частью их жизни, частью их музыки. Получаете всю информацию об их концертах, новых альбомах, синглах, в первую очередь. Чат, в котором можно отписываться на сайте своего радио, свое-радио.фм, там всё просто. Чат вы сразу видите крупными буквами. Можно попасть ещё в одно место. Картинка. Картинку представляет нам Планета.рум. Для того, чтобы туда попасть, посмотрите, пожалуйста, на сайте. Сверху есть рекламный баннер, рядом с логотипом под ним такой длинненький плеер. В плеере онлайн-аудио, это чтобы слушать, онлайн-видео, синий кнопочка, это чтобы смотреть. Кликаете на эту самую кнопочку, и вот вам счастье. Вот вы видите всё, что в этой студии происходит. И тут же, кстати, сказать, на планете есть чат, в котором тоже можно отписываться. В общем, отовсюду мы всё пытаемся для вас, для вас, уважаемые гости, зачитывать от нашей уважаемой, так сказать, публики. Самое интересное сообщение, естественно, попадают в эфир, становятся опубликованными, как говорят журналисты. Ну, а далее уже как пойдёт. Анастасия Игнатова пишет. Голос сумасшедший. Всё, сразу же залюбили. А теперь можно спасибо говорить? Теперь можно. Спасибо. Теперь можно. Давайте мы сейчас, пауза такая была, я сколько вступительных слов сказал, надо бы что-то ещё спеть. Как называлась первая эта песня, я забыл спросить? Нежность. А, действительно, странный вопрос. Она же такая нежная песня была. А дальше Ярость? Дальше увижу время. Окей. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Шактилока. Поехали. День погаснет и уйдёт на завтра. День погаснет и уйдёт на завтра. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Дай, 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 мне беру всем твоим ответам. Увижу время и развенчаю мысли ветром. 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 Может быть они из Выборга. Давайте рассказывайте о группе. Я так понимаю, что в девятом году случился первый ваш гештальт, который потом развалился и в четырнадцатом снова все началось. Вот почему так вышло? Если уж как написано в пресс-релизе два лидера в группе, а третий барабанщик, он вроде как просто барабанщик, что ли? Нет. Примерно. Вадим и Кира, вы вместе создавали этот проект в свое время, в девятом году или раньше. Когда это случилось? Девятый год. Но вот когда ты ушел из неба здесь, это было... Честно говоря, мы уже забыли. Ну лет пять, наверное, прошло, да. Лет пять. Ну потому что я так понимаю, что вы возобновили творчество совместно летом четырнадцатого года. Мы его, честно говоря, и особо никуда не девали. Просто очень долго работали над этим материалом. И так как не хотелось распыляться и обы чего делать, потому что уже и было так... Ну, был проект, удаленные файлы. Это такое было. Мы кинули себя в воду и стали барахтаться. Ну просто надо было куда-то дальше идти. Да, куда-то идти, да. Просто были очень клевые группы. И вот они здесь из Допшиздук. Но после них, ну как бы... То есть у меня было две любимые группы в России. И вот я в них, в обеих играл. Мне повезло. Надо об этом, да. Надо об этом сказать обязательно. Я хотел это сделать раньше, но ты мне этого не дал. Ну и бог с ним. Ничего страшного. Бывший бас-гитарист группы Небо здесь и группы Сдупшиздук. Вадим Иремеев. И та и другая группа совершенно замечательная. И, как говорят, среди танкистов, среди поклонников русского рока, это популярные команды. Группы хорошие, безусловно. Но мне лично симпатична та идея, которая сейчас реализуется в Шакте-Лок. Ну, в данном случае это вообще не похоже на тот, я бы сказал бы, уже заезженный, замызганный и вызывающий иногда рвотные рефлексы русский рок, вот тот самый, который почему-то стал почти идеологией для кого-то. Хотя, на мой взгляд, фанатизм вещь отвратительная. Вот. И на сегодняшний день уже год с лишним, я так понимаю, да, в полном объеме. Ну, год. Вот у нас, на самом деле, через неделю будет концерт, посвященный нашей годовщине. Да, поэтому вот год. То есть год коллектива Шакте-Лока. Будем считать так. Да. И вот еще раз напомню, что Вадим Иремеев в прошлом гитарист, бас-гитарист группы Небо здесь, а затем уже Сдупшиздук. Я их, правда, вообще не отношу к русскому року ни ту никаким образом. Дай тебе бог здоровья. Их же относишь не ты и не я. Это же есть определенная часть людей, которые считают, что есть некое такое, да, некое вот, некое объединение, что ли, или некая религия, которая называется русский. По мне, так если по-русски, то уже русский. Если рок, значит, рок. Ничего другого быть не может. Мы тоже русский рок. Вы? Да. Дай тебе бог здоровья, чтобы он такой весьма. Акустика, это точно. Чтобы он такой весьма был. А вы знаете, в русском роке-то всё просто. Там тексты и чувства. А у тебя нет ни текстов, ни чувств? Нет, есть чувства. Кто пишет тексты, скажи мне, пожалуйста. Журналист. Сама пишешь тексты. А кто испытывает чувства? Оба. Оба. Ну, тогда, получается, всё в порядке, всё на том же самом месте, ничего нового. Да, вот мы же говорим русский рок. Нет, нет, эту тему я часто, по-моему, зря затеял, на самом деле. Нет, я просто объясню, если что было понятно. Я ничего против не имею всех тех групп, которые существуют на Олимпе достаточно давно. Они замечательные. И в ротации они есть. То, правда, с теми песнями, которые не заезжены ещё. Если условно говорить, я так объясняю, как такое, что Шевчук с песнями про осень в эфире своего радио не попадает никогда. А вот те песни, которые... А Башлачёв попал бы? Почему попал бы? Почему попал бы? Его пока нет, но я думаю об этом, потому что я хочу сделать в эфире блог такой вот старой, доброй, классной музыки. Ну вот, а группы известные, сейчас я вам объясняю, те, которые стали давным-давно уже в некотором смысле для кого-то иконами, они с теми песнями звучат и представлены в эфире, которых мало знают или знают только их поклонники ярые. А уж так широкая публика не знает, поэтому иногда даже народ удивляется. Это что, Земфира? Да ладно, да, Земфира. А это что, Шевчук? Я говорю, да, Шевчук. А где же эти песни были? А вот непонятно, где они были. Они-то есть, но, правда, их никто не крутил. Мы теперь это делаем. Вот, так вот, к чему я? Просто есть некая, ну, скажем, группа людей, слушателей, которые песни вот этих старых, уже знаменитых групп, возвели в некий ранг. Это вот типа, вот он, русский рок. Всё, что делается не так, как у них, это не рок вообще и не русский, тем более. И близко ставить нельзя, потому что это, ого, какая величина. А вы занимаетесь фигнёй. В общем, вы занимаетесь, к точке зрения, фигнёй абсолютно. Потому что вы не Шевчук, а потому что вы не Бутусов, горячо мною любимые, да? То есть, по сути дела, как говорят, свита делает короля. Люди играют себе музыку и чувствуют себя хорошо. А свита разделяет, ну, я имею в виду аудиторию, их на части. И кладёт вот это в эту корзинку, а это в эту корзинку. Вот это хорошо, это плохо. Кто сказал, что это плохо? Поэтому я эту тему в своё время так очень сильно педалировал. Сейчас вам объясняю, почему я вдруг заговорил об этом. Потому как я благодарен тебя за то, что ты вот пошёл этим путём. Лично я благодарен. Потому что мы за развитие хорошей музыки и за её разнообразие. Вот. Долго я говорил, теперь ваша очередь. Рассказывайте, пожалуйста, о том, есть ли у вас альбомы. Да, вот как раз год назад мы выпустили сингл. Собственно, от него-то и пошло летоисчисление. А в апреле месяце мы выпустили наш альбом. Называется «Знаете». Нет, не знаю пока. Вот. Мы его сегодня как раз все песни оттуда и будем играть. То есть, сегодня в неком смысле презентация этого альбома? Ну, да. Для аудитории вашей, для вашей публики, которая с вами знакома, это не лишний раз приятная возможность послушать эти песни. А для тех, кто вас не знает, это в неком смысле знакомство. Правильно? Да. Замечательно. Спасибо большое, что именно здесь вы сегодня презентуете этот альбом. Как называется следующая песня? «Гаруда». Ага. Это песня, которая у нас в анонсе, кстати, выложена. Замечательная, между прочим, вещь. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Напомню, здесь сегодня группа «Шакти Лука». Поехали. Молчание тайны, ты суть создания. Среди времен весна, в безмолвии, где созерцание твои глаза. Дыханием разрушить время, дыханием его создать. Частицей пронизать вселенную. Пора ботить, не привязать. Пора ботить, не привязать. Пора ботить, не привязать. Смерть подари глухому заблуждению. Прощение врагам. Смерть подари глухому заблуждению. Прощение врагам. Смерть подари глухому заблуждению. Прощение врагам. 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 Прости людей душою голым, слепой успех Удача, слепа, терпливость, пусть ты труд Небежество тупых и грубых, не царских слуг Подай огонь святому старцу Пойми глухих, леп слышит все страдания детей своих Из очищающих ты ветер, из водоема в океан Пошли, Горуду, святую птицу, на помощь нам Пошли, Горуду, святую птицу, на помощь нам Пошли, Горуду, святую птицу, на помощь нам Азартная игра, звук тишины, взлетнись Война миров в моей стране, ко мне вернись Не помним мы начала, и стра в конца Изящной речью обнажил свой лифт ворца Хорошо, ручки потираю, значит все сложилось Клево, вот Стас Крутовский пишет Редко бывает, что с первой песни думаешь Ну все, однозначно в плейлист Послушаешь, распробуешь, а потом уже думаешь А надо ли, а тут не то что с первой песни С первой строчки уже на 100% Уверен, что буду слушать на постоянной основе Ну по-моему это приятные слова Приятные, но у меня всегда вот на концертах Если так вот вначале идет хорошо, думаешь Ой, держись Чем-нибудь в середине выскочит Подожди, а у нас никогда плохо не идет? Да? Ну конечно Мы стараемся, мы делаем все возможные Чтобы вам было хорошо, комфортно и уютно А Чука тут плохо может пойти-то? Ну мало ли там Сами можем, знаете Позвонит, кто-нибудь скажет Чего скажет? Мало ли бывает всякое Ну-ка всякое бывает А что ты на это внимание-то обращаешь? Эмоциональный Ах ты боже, ты мой А вообще-то он за меня говорит сейчас Очень странно Вообще обычно я это на всех внимания Обращаю, а он говорит Да сами мы можем облажаться Смотри, мы сейчас ролями с тобой поменялись Видишь, ты меня заразила? Ну, это хорошая заразная болезнь На самом деле люди, которые уверены в себе на 100% Они, мне кажется, творчеством не занимаются Они гвозди забивают А если говорить о людях творческих То они всегда в себе сомневаются Это нормально Не переживайте Все идет Вот, например, как оценочка такая От Константина Твердого Ништяк жгите Ну как? Будем жечь Зажжем По-моему, вполне себе нормальная оценочка такая Серьезная Вот, например, Андрей Архипович Космос Все, слова больше нет Лечу к звездам И как же И как обычно Хочу диск Продайте, пожалуйста Как раз на Горуде он полетит А где можно купить, кстати? Приобрести диски-то ваши Ну, конечно, только на концертах Потому что они Их немного Потому что их не покупают Это уже все знают Конечно же И пользуясь случаем На концерт мы можем позвать? Конечно, можете Обязаны позвать Обязаны Вот как раз Фак-кафе В Москве Фак-кафе 17-го числа 17-е число В Питере мы будем В Грибоедове В Грибоедове 10-го числа И до этого 17-е и 10-е 10-е октября По порядку 9-е числа Да, 9-е Новгород Новгород 9-е октября Да, октября 9-е октября Новгород Великий Новгород Великий Новгород Клуб Лофт-клуб Дом быта Я вспомнил Шикарное место И постирушки заодно Да нет, просто к тому, что место хорошее Название такое Хорошее Что в Дом быта поиграли, песни попели Да еще и постирались Хорошо 10-го числа Грибоедов В Питере Это Питер И 17-го числа Фак-кафе В Москве В общем И 31-го числа Тула От Дома быта До Фак-кафе Дом солнца По-моему Это октября тоже Да 31-го октября Чудесно Концертная программа у вас достаточно насыщенная Я смотрю Я имею ввиду Турчик такой А кто вами занимается? Нас занимается Навигатор И наша директор Леша привет тогда Да, Леша привет Наша прекрасная Катя Катя, которая сейчас в Питере Нас ждет, кстати Катя, привет Если ты нас слышишь А ты ведь нас слышишь А я думаю, я уверен Да, я хотел, что уверен, что слышат Уверен, что слышат Теперь вот что С одной стороны Понятно, что у вас все Мы поговорим еще о концертах Напомню Сегодняшний Федорович Успеем это сделать Мне кажется, это важно Чтобы люди знали Где вас можно услышать живьем Вы все время втроем Я так понимаю, да? Да Я все-таки хочу заметить Что Лидер это два Но без тыла Нам просто никуда И от тыл у нас Это ты про Егора так? Да Ну просто прости меня Егор это тыл Да Да, и когда он есть Просто все на месте Все спокойно Что там не было вперед Бедлы даже говорили Про Ринго Стара Что это лучше тыла Для них вообще не существовало Это очень важно Ага То есть барабанчик В вашем понимании Тыл Да А по мне Это критом секции Критом секции Это потом уже Ну хорошо 46-47 Это короткий номер Для ваших смс Сначала свои Потом пробильтик А дальше уже Все, что хотели бы Ну кстати, да Вы почему-то не говорите О том, что Барабанчик Седьмой раз На секундочку Да Мы думали, вы скажете А он сидит В прошлом В прошлом В прошлом, да Сидит, молчит Тоже скромный Очень скромный Ну в общем Я так понимаю Что одна от их журналистка Прибилась к этим Двум монстрам музыки Вообще прибилась Да, ведь на самом деле Все вопреки Просто Мы вообще вместе Потому что Потому что Мы подумали Жизнь очень Быстро Во времени Существует Чтобы Расставаться Хотя бы На минуту И поэтому Получилась музыка И мы в ней Ну Егор-то был Седьмой раз У нас в программе В свое время На нашем радио Да, да Он сейчас сидит Вспоминает Он просто забыл Так много было эфиров Да, да, да На радио Да Поэтому я тоже сижу И думаю Почему я знаю Это лицо Ну просто Седьмой раз И действительно Они были у нас в программе Теперь уже Не седьмой раз Теперь уже Шахтёва Вообще Простите Вот это лицо Просто невозможно забыть Это? Ты это хотел сказать? Нет, я хотел сказать Что у него Просто мы говорим про Егора И про то Что как будто Вон в стороне У Егора Есть очень супер крутой Электронный проект Называется Обитель Телема Кого? Обитель Телема 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 Кто такой Телем? Это просто мальчик сказал Маленький вместо Терема? Это Франсуа Рабле Это оттуда Ах ты, вон куда ты полез Господи А я сижу и думаю Неужели? Подари секундочку А тогда Объясни пожалуйста Это твой любимый Получается автор что ли? Нет, просто Мне очень понравилась Эта идея Этой Обители Телема Когда я читал Вот она меня вдохновила Назвать Вот таким образом Проект Круто Круто Ну с одной стороны Я привык к тому Что музыканты Чем дальше Тем более образованными Становятся людьми Ну чтобы настолько Очень образованными Нет, там Вы что Нам просто Можем выйти покурить А вы тут с удовольствием Приведете Я уверен Да Я уверен Что мы и о Франсуа Рабле поговорим Местят Про казники 46-47 Это короткий номер Для ваших смс Сначала Пишите свои Про обельщика Дальше все Что хотели бы адресовать группе Я естественно Вычитываю Помимо всего этого Помимо смс К ваших Еще и то Что пишется Да Вот что надо сказать Как же я забыл Не забыл вернее А вдруг неожиданно В голову пришло Что вместе с коллективом Здесь находится Их звукорежиссер Сергей Антонов Человек Который собственно говоря Как я понимаю Коллектив не бросает нигде Хоть мы и сказали Что у нас свой звукорежиссер Сегодня Давид Казарян Здесь В студии Все Ну пришли Со своим звукорежиссером Но в принципе Не испортил он Как минимум Уже хорошо Шучу 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 Все замечательно Давайте скажем Спасибо Спасибо Сереге конечно Огромное спасибо На протяжении Стольких лет Мы с ним познакомились На ниве рок-н-ролла Молдавского Хардкора Вот он был звукорежиссером Много лет С дуб шиз дуба Вот И вот с тех пор Мы дружим очень Ну все замечательно У вас в вашей дружбе Просто почему Я сейчас тоже оговорюсь Почему я Вот мы не всегда любим Когда вместе с коллективом Приходит звукач Сейчас не к тебе лично Просто потому что Звукорежиссеры обычно Привыкли работать На концертных площадках На больших Каких-то открытых В пенэйрах В клубах Там он с пультом сидит И слушает то Что он накрутил А радио Несколько другая специфика Он слышит пульт Мы с вами слышим То что идет с пульта А в эфир идет Несколько иной звук Вот то что идет в эфир Он не слышит Поэтому нужно просто Там стоят обработки Конечные уже На самом выходе Аудитория это все слышит И реально звук Замечательный Вопросов нет Но просто есть Некая специфика Которую нужно знать И поэтому зачастую У нас были случаи Когда приходил коллектив С вот таким классным звукачем А потом сам коллектив Его пинал ногами Практически до самого метро Потому что Ну ничего невозможно Он не умеет Не привык Здесь все в порядке Здесь все замечательно Так что Сергей Огромный респект За ту работу Которую он делает Ну Давид дорогой Тебе тоже Ребята сегодня В четыре руки Это делали Да-да Смотрел Просто наблюдай За ними Вдвоем сидят А звукачев Вечно как муравьи Если их больше двух Собирается Это катастрофа Это конечно Любопытно За этим следить Но всегда очень Как вода текущая Все время завораживает Давайте петь Что это будет Сильная женщина Это ты сейчас ее призвал Или песня так называется То и то Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Шактилока Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Вопросы Пускают польцы Ответы в дым Запутаешь пальцы Соломенные волосы Забудешь имя Бывшие Родные Чужие истории Чужие страницы Музыка Ты избегаешь своих высот Мысли на вопрос Росы 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 Душа Аксиома Ясность Подлунная Бог Смастерил Для тебя Земной Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Мечтателю нечистым палач Ты неприступная к их подаяниям Противник без жалости к ним и к себе Ясность идей твое наказание Желаю победы в этой борьбе В этой борьбе В этой борьбе В этой борьбе Я думаю, есть смысл поговорить о том О чем я, в общем-то, говорить не люблю Потому что чаще всего и музыканты не любят Отвечать на вопрос, почему такое название Они всякий раз рассказывают 3057-ю историю Я зайду с другой стороны Все дело в том, что, как это бывает Женщины, они падки на обман Ну, сейчас не подумайте превратно Не в том смысле Женщины часто, они пользуются косметикой Пользуются пушапчиками И так далее То есть внешне женщина может выглядеть Несколько более привлекательной, чем она есть на самом деле Мужчина с подкладкой в плече на месте У нас был один такой в свое время Леонтьев на сцене Как-то так вот с такой подкладкой Вызывал улыбку Женщина нет В данном случае что я имею в виду Название Шактилока, оно сбивает с толку Прежде всего думать начинаешь О том, что это что-то этно Прежде всего, да Связанное с Индией В этой песне какие-то элементы этно Все-таки в вокале прозвучали Соответственно, почему такое название И почему нет соответствия названию Это сознательная такая история Или так вышло? Ну, соответствие названию есть Во-первых, внутри Потому что Шакт — это наша природа Это просто природа человека И это природа действия, движения, творения, разрушения И вибрация этого слова Лока — это место обиталища Это планета И поэтому вибрация санскрита Она очень круто двигает Вообще всё Внутри тебя Кстати, я хочу заметить Вы скажете, что женщина-обманщица Вообще всем свойственно впадать в иллюзию Поэтому и мужчинам тоже Потому что женщина обманывает Мужчина же ведётся, да? Ну, если бы не вёлся, был бы смысл обманывать Ну, понятное дело, что ведётся Я сейчас говорю немножко о другом Ну, мы вернёмся Я заходил немножко с другой стороны Чтобы, да, как-то вопрос прозвучал более оригинально Нет, мы никого не обманывали названием Просто мы очень хотели, чтобы корабль плыл И для нас... Вообще язык — это очень для нас важно И как бы санскрит для нас, наверное, высший язык Высших вибраций И, конечно, мы хотели бы когда-то, дай бог, его освоить ближе Поэтому мы так его, знаете, приближаем к себе и к людям Потом хотелось чего-то более интернационального Потому что шахтиллока, как на английском, как на русском, напиши Оно читается И оно как бы одинаково То есть нету какого-то такого непонятки, когда ты видишь название Это тоже очень важно Кстати, да, в этом есть логика, конечно Человек, читающий по-английски Ну, я имею в виду англоговорящий и русскоговорящий По-любому услышит и прочтёт Потому что это, в общем, не на родном языке Да, при том, что мы... То есть мы и по-русски пишем, и по-английски Есть шрифты и такие, и такие На самом деле, я так скажу тебе или вам Что в данном случае главное — звучание То есть это не... Это, в принципе, интернациональный язык То есть если говорить о названии Это язык, который стоит выше английского Это как бы космический язык Поэтому важно, чтобы каждый раз, когда человек произносил, слышал, просто получал вибрацию Шактилока? Да То есть надо чаще произносить Сегодня Шактилока Да Шактилока Будет вам счастье Будет вам счастье Ой-ой-ой, Шактилока Вы подключитесь просто к каналу Шакти — это канал, который есть в вас Он природный, он заложен Вдохновение — это тоже Шакти То есть человек, который слушает вашу музыку, слушает ваши пластинки Это человек подключается к космосу То есть крышечка черепная так слегка отъезжает в сторонку Так здесь Шактилока и находится Вот-вот-вот Ну так что принимать вибрации-то было проще Лучше же Оно само собой происходит Слышно? Я не знаю, как к космосу, но мы хотели бы подключиться Мы хотели бы хотя бы на какое-то короткое время чувствовать, что мы вместе Вчера на днях, я скажу, что у нас произошло удивительное знакомство с потрясающим человеком и вокалистом группы Shanti People Вот, и вы знаете, то есть мы видели этого человека в первый раз, и мы сидим рядом и понимаем, что нету вообще ничего чужого между нами, что мы родные души Вот просто все шоры падают, и мы близки Поэтому мы так хотим, чтобы было с каждым на нашем концерте Да и мы тоже хотим, чтобы так было с каждым на вашем концерте Вот скажите, мы вот сейчас близки с вами? Мы еще ли еще шору не разрушили? Я тебе скажу одну вещь, только ты не обижайся, пожалуйста Вы не падки на женский обман? Я нет, я очень хорошо его вижу и чувствую, с одной стороны, опытный давно живу А с другой стороны, я близок со всеми, у меня нет такого понятия, как шоры и заборы Я вообще люблю людей талантливых, искренне люблю, искренне совершенно Я говорю об этом честно и признаюсь в этом до сентиментальных слез мужских скупых Когда я вижу перед собой талантливого человека, талантливое исполнение, талантливую... Вижу даже вот связку А вы знаете, что такая близость, это же редкость на самом деле среди людей Правда? Да Сейчас ты пытаешься... Нет, нет, это действительно так и есть Это называется открытая сердечная чакра В таком случае она у меня одна и открыта, да Поэтому мне сложно на этот вопрос отвечать Дело не вас, вы замечательные Если на то пошло, вы замечательные Но я точно так же с открытым сердцем отношусь и ко многим другим Потому что они так же хороши, только по другому поводу Вот, вы-то... Чё сказать тебе ещё? Ты можешь как угодно включать свои женские чары Я всё равно слышу тебя как музыканта, а не как женщина Значит, сердце слышите Значит, возможно Давай петь дальше Давайте Что это будет? Знаете, буду я петь Взял на себя Взял на себя Как всегда, живой звук в программе Живые здесь сегодня Шактилока Погнали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, 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 нет Нет, вы ничего, ничего не знаете Это когда мозг леденеет в памяти Смятая капля мысли повистит в воздухе Это когда пески застынут в холоде Знаешь ли ты ощущение гордости? 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 И когда оно летит в чертовой пропасти Ты вмиг раздавлен в брак собственной робости Скорости мысли застыли от совести Порваны, 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 порваны в клочья Горечи и соль не оставить в комнате Холодно, 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 холодно Помните, с нами пребудут сны покаяния Люди забыли, забыли все знания Все мысли врут во имя признания Тайная, 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 тайная Но знаешь ли ты ощущение гордости? 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 Впрочем, прожили, прощепитали Маму украли и папу украли Впрочем, прожили, прощепитали Себя потеряли, тебя потеряли Припомнили случай пары исковых Увидел ответ и выжил исковы Впрочем, прожили, прощепитали Вспомнили снова и снова забыли Знаешь ли ты ощущение гордости? 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 Вать, ты так выдыхаешь всякий раз Такое ощущение, что ты каждый раз, закончив песню Неважно, петь или играть Сам себе говоришь, фух, прошло нормально Фух, хорошо, прошло нормально Фух, не облажалось Чего вы так... Знаете, как любит аудитория, когда музыканты лажают? А я объясню, почему Потому что это лишнее подтверждение того, что звук абсолютно живой И в концертном исполнении все что угодно может быть Это на пластиночке все вылизано, выверено Я, честно говоря, не контролирую этого Я вот учился в одном колледже сто лет назад Играл в ансамбле И у нас там был аккордеонист Нашим художественным руководителем Он мне все время говорил Почему ты, когда играешь, ты делаешь вот так Вот так Те, кто не видит, понимают А те, кто не видит, я объясню Он как-то несколько странно двигает губами И постукивает зубами А я тоже выстукиваю ритм зубами часто Да, да, да А я это неконтролирую А я говорю, а как надо Он такой, вот так Это, то есть, вот такая вот идиотская улыбка Да, да, да Ну, это у кого как Не научился так за все годы Слушай-ка, у тебя какая-то особая коммутация с твоим басом Надо как-то об этом тоже поговорить Потому что в этом есть некая фишка Он, кстати, не очень работает у меня сейчас, я смотрю Почему, почему? Ты же работаешь через эмулятор плюс комбарь Да Как я понимаю Зачем такая феня? А потому что у нас нет гитары И там у меня всякие идут гитарные, так сказать, примочки То есть ты один бас и гитарист вместе Да В одном лице Поэтому у тебя и джазовая, и пятиструнная, да, басуха? Она такая, как бы и в рок, и в джаз Ну, я понимаю, что и в рок Сейчас и шестиструнными басами пользуются Нет, в том смысле, что это как бы универсальный инструмент Что можно и туда, и туда, и сюда Это я к тем, что К тем, кто смотрит трансляцию И понять не может, откуда идут гитарные риффы Так вот они все отсюда Все из одного инструмента Так в свое время нас потрясали очень многие музыканты Которые, ну, например, собакка Качалова, если взять, да? Барабан и гитара, и все Такое ощущение, что играет целый коллектив Да, он на одной гитаре умудряется сыграть и за бас И за ритм гитару, и еще и за сольную гитару Походу дело Вот здесь почти та же самая история Ты, деточка, не понимаешь даже, какие музыканты рядом с тобой получаются Маститы А я вообще не музыкант То есть ты вообще, в принципе, здесь так просто водички попить зашла? Я просто пою и за эмоции отвечаю И за слово Вот насколько получается, настолько и отвечаю Знаете, иногда смотрю на клавиши Вот смотрю в книгу, вижу фигу и вообще не понимаю Белые и черные клавиши Черные, белые, да И вот тут левее, правее, левее, правее Вот он раз, так застолбился Третью клавишу слева, пожалуйста Нажмите, будьте добры И все Но ты же все-таки музыкальную школу заканчивала по какому? Ну вообще по флейте Но фортепиано у меня было вторым Но это всегда есть По-моему, у духовиков, у флейтистов всегда есть Да, да, но, конечно, очень чувствуется разница Вот сейчас только начала понимать второго инструмента То есть первый я беру, играю, даже что-то там симпровизировать Может быть, смогу на флейте Здесь я, знаете, одна рука туда, другая Слушай, а почему ты не пользуешься флейтой? И тогда она здесь хорошо бы звучала Ох, да, она бы хорошо звучала Я думаю, Вадим, это тебе уже говорил И вот даже Егор постоянно У нас просто Егор играет еще на дудуке Он постоянно говорит, давай на флейте вместе сыграем Просто у меня флейта, поскольку очень старая Она в такой процессе у нее кисление происходит У металла посеребренный или серебряный Я вот точно даже не скажу Она очень старая, она, конечно, расстроилась Надо нести к мастеру И так далее, и так далее Потому что много слишком Да, то есть Надо подойти к делу серьезно А вот не получается Но это хорошо На самом деле хочется попробовать И когда у нас будет возможность Нести флейт к мастеру Если вдруг нас слушает какой-нибудь мастер флейты По мне так просто она здесь просто просится Уж простите, конечно, за такую тавтологию Просто просится Но очень хотелось бы Очень звучит здесь флейта Она сама по себе ложится на эту музыку Причем лихо Без каких-либо ограничений И без каких-либо, ну, как мне кажется Могу ошибаться, но по мне так и так Так, тут где-то было сообщение Я его для себя даже пометил Но боюсь, что сразу не найду А времени терять не хочется, как всегда Потом увижу, скажу Что я имел в виду Ребятки, вот что Интересно мне Ну, ваша музыка Она вот На мой взгляд Она весьма универсальна То есть Сказать, что это этно Невозможно Сказать, что это рок В чистом виде Тоже нельзя Сказать, что это поп-музыка Ну, попса Вернее, поп-музыка Это хорошо Попса Категорически не скажешь Что вы сами для себя Играете Да у нас нет такого Куда ведет аранжировку Куда музыка Двигает туда Вот еще одни приятные Приятные слова сказаны Еще одна хорошая компания Нам нравится-то все В принципе, вы никак не пытаетесь Ограничивать Не хотим даже Это, мне кажется, преступно И антимузыкально Дайте Бог здоровья Вот дайте Бог здоровья Спасибо Я это доказывать пытаюсь Уже года три Всяким разным людям Что не надо циклиться На чем-то одном Ну, проще просто продвинуться Среди конкретной тусовки Это Когда в одном чем-то Когда в одном чем-то, да Ну, это как бы настолько Усколобо и глупо, мне кажется Но, тем не менее, это правда То есть продвинуться проще в одном Да, ну, нет С этим я абсолютно согласен Знаете, я здесь превью Нас все время спрашивают Вы должны определить Свою целевую аудиторию Это такое социальное Определение, да Но на самом деле Скорее, наша аудитория Определяется Неким ментальным определением И неким, как бы, душевным Поэтому Аудитория сама определит Да Кто вы для нее И нужны ли вы ей Просто мне стало вдруг интересно А что вы сами слушаете Помимо своей музыки? Наверняка разное совершенно Да, и этническая очень много музыки И электронный, и треп-хоп И рок мы тоже слушаем Теп-хоп музыку мы слушаем То есть хорошую музыку Песню слушаем Мне вот нравятся песни Чтобы была песня Язык важен? Вообще А я не знаю английского языка То есть здесь эмоции Скорее важны Много этнической и низкой музыки Мы слушаем Мне, конечно, вот Хотелось бы, чтобы на русском языке Было больше Что можно было бы послушать Потому что как-то все-таки Я пока что вот Либо туда совсем далеко Типа вот Башлачев, да Вертинский Вот Ну, конечно, там Медведи мне нравились Что-то из русского Но такого Немного Так, чтобы, знаете И за душу И со словом И чтобы нет Кстати, русский рок-то звучал Много быть и не должно На самом деле Если будет много хорошего Тогда будем теряться Разучимся понимать В некотором смысле Где хорошо и где плохо Хотелось бы, чтобы его было больше Безусловно Мне кажется, просто хорошее Оно всегда не может быть И бывает лучше, лучше, лучше И лучше То есть здесь просто планочка Когда поднимается По-твоему, нет предела совершенства? Да А по мне так есть Не знаю Есть предел Просто есть, например, вот раги Которые вот Нам вчера были на одной лекции интересные Нам рассказали Что есть раги Которые вот Индуса, мальчика Ему составляют гороскоп Смотрят, кто он Музыкант Его родители отдают В пять лет Когда ему случается Вообще без вопросов Да, у него он музыкант Все Его отдают в школу На двадцать лет Он за двадцать лет Изучает Наконец научил играть На барабанах Да Изучает там флейты Ситары Барабаны Все что угодно Он изучает Двадцать композиций За двадцать лет Двадцать раг Причем это интересно Двадцать вкусов Не композиций А вкусов В контексте которых Они могут Миллион композиций налобать Миллион И это такого уровня раги Что они могут С помощью рака Вызвать дождь Понимаете Вот так вот Это называется Есть предел В тупик поставки Нет Это кстати Очень известные факты Можно Вызвать дождь Это известный факт Я знаю У нас есть мэр Москвы Он умеет это делать Да Вот есть вот эта вот штучка Которая дождь вызывает И не надо было Двадцать лет учиться играть Я тебе сказал Ну там просто бюджет Подкидываешь И все нормально Либо есть дождь Либо нет А тут просто поучился И Ну нет Если мы говорим Об этих категориях То безусловно Я сейчас имел ввиду Верх предел совершенства В каком смысле Мы живем в двадцать первом веке И как-то у нас тоже затевались уже споры И с продюсерами всякими И с владельцами брендов Лейблов музыкальных в том числе Когда Есть некоторые Надо искать что-то новое Необычное Нестандартное Я говорю Братцы На бутылках играют На тарелках играют Электронику с роком сочетают Флейту с хэви металом Да без вопросов С битбоксом Все уже все перебрали Надо искать не что-то совсем новое А что-то неизвестное Но классно сделанное Вот это в моем понимании А потому что по горизонтали движутся Вот если начинать Теперь в вертикали Вглубь Тогда вот там Непочатый край Удивительно у ситара Например Он же как бы Если у гитары Она двигается Ну как бы Так-так-так-так То есть у нее лады Горизонтально То ситар Двигается внутрь То есть там струна Идет вниз То есть она И она на октаву может На октаву Одна нота На одном ладу На октаву И что ты можешь понимать Там два уровня струн Один на другом Да знаю я ситар Просто сам момент Звукового погружения Какой То есть это совершенно Другой уровень То есть это более примитивный Это и другая музыка немножко Играть на ситаре Рок-н-ролл В общем В принципе нужно Нет Здесь получается Другая музыка Мы же говорим про музыку Правильно Другая конечно Но это тоже музыка Согласен Согласен Возможно Вообще когда говорят Сейчас я буквально Еще два слова Когда говорят русский Там нерусский Английский Неважно Если люди играют Рок-н-ролл То это уже не русская музыка Уже корни ее Немножко другие Давайте сейчас копнем Спиричуэлла Вот туда пойдем Откуда это все пошло Откуда все это принеслось Но тем не менее Люди с гордостью говорят Мы играем Надо бы Вот если бы они играли Русское народное Ну как контре американской И говорили Вот это наше родное Но переработанное Тогда да Тогда вопросов не возникает Ритм секция хороша Остальное красивое Не мое Ты же хотел критики Разговоры все Слушаю Слушаю А песни как-то мимо Уже сейчас ни одной песни С женским вокалом Вспомнить не могу Не цепляет Сразу отвлеклась С мужским вокалом Немножко зацепляется Это Юлиусова Но это не значит Что это плохо Еще раз говорю Я считаю Что любая Аргументированная реплика Она имеет право быть Имеет Право на На озвучку А вот пожалуйста Другой Константин пишет Тихий осенний вечер Кофе Сушки И тут такое Вытворяют Заслушался И можно вообще сегодня Для меня вообще Открытие Открытие приятное В плейлист однозначно Вот пожалуйста Два человека Два разных мнения Значит Так 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 Кстати Шевчук Сам интервью жаловался Что его новые песни Не крутят на радио А только старые Неправда Михаил Не то радио он слушает Надо ему подсказать Хотя в общем Знает он Безусловно Так Ладно Бог с ним Давайте-ка Вот что скажите Скажите мне сейчас Сколько по времени Та песня Которая сейчас будет звучать Это важно Потому что мы час уже заканчиваем Час уже прошел Нашего совместного общения Где-то 4,5 минуты Отлично Как раз Тогда начинать Тогда мы песенкой Закончим этот час Поэтому идем на паузку Небольшую И после чего вернемся В эфир еще на целый час Живой Звук В программе Живые Здесь сегодня Шакти Лока Поехали Черные воды Поля белые Знаем мам Живем смело Дышим жадно Дразним время Поля белые Синее небо Черный ворон Слышит землю Спит под солнцем Знает время Знает много Много Видел Живет долго День был длинен Ворон знает Что бессмертен Видлена Его дорога Его крылья Лежит ветер Ворон знает Мысли Бога Синяя вода Синяя вода Синяя небо Кроют мы Светлым снегом Мир снов Без горизонта Жили людей Под плечным сон Одиночество Одиночество Забыть Не дают мне Эти сны Твои губы Так бледны Одиночество Забыть Не дают мне Эти сны Кровки звуки Тишины Тишины Город знает Что там снится Знает как Перед мечтою Перелистываем Лица Мы с тобою Мы с тобою Знает как Мы пожираем Смысла лживые Страницы На которых Веселится Лунный мальчик И волчица Синее небо Тихие птицы Не спеши С игрой Проститься Дыши робко Да проститься Имя в блеске Растворится Синие воды Синее небо Кроют мы Светлым снегом Мир снов Без горизонта И людей Под плечным сон Одиночество Забыть Не дают мне Эти сны Твои губы Так бледны Одиночество Забыть Не дают мне Эти сны Кровки звуки Тишины Синей Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Забывая о любви, так беззастенчиво смотрим на солнце мы И даже думать не мечтать, что мы достигнены сомнены И я, и ты 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 Для смеха здесь нет причин И плакать не нужно нам Мы направляемся с тобой К односторонним берегам И я и ты 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 Итак, Шактилокам Так называется коллектив Чье творчество сегодня мы дарим вам И стараемся сделать все возможное Чтобы вы к этому творчеству стали относиться с любовью Вот что касаемо той самой любви Коль уж мы заговорили о любви То есть связь, которая есть у артиста Музыканта в данном случае с публикой То есть связь, которая есть у человека с другим человеком Я, например, убежден в том, что фраза «я любил» в этой жизни пять раз Это фраза человека, который мало чего понимает в любви Влюбляться можно хоть пятьсот раз А вот любить по-настоящему, как мне кажется Дано далеко не каждому вообще Я знаю некую статистику, по которой говорится, что люди, которые умеют по-настоящему любить Это очень редкий случай Вот Иисус Христос, Он по-настоящему любил Но это такая любовь-самодача, которую найти в этой жизни весьма сложно А люди, которые думают, что они любят, предполагают Они путают иногда страсть, они путают иногда уважение Они путают иногда жажду быть рядом с любовью Если иметь в виду любовь Что вы оба втроем, может быть, не знаю, кто захочет ответить на вопрос Что ты лично вкладываешь в это понятие А вот только что в вопросе был ответ про Иисуса Любовь с самоотдачей Полная самоотдача — это и есть любовь Просто это практиковать нужно Практиковать нужно, да, полная Как практиковать любовь? Ну вот мы крутимся, мы эго, вокруг нас крутится И все нас, да, вокруг нас все нас ублажают Ну как бы мы источник чувств, да, и все вокруг нас мы их используем Правильно? Ну весь мир практически так себя ведёт Вот, а надо поставить себя точно как бы наоборот То есть ты являешься источником как бы для других Это и есть любовь Являешься источником чего? Вдохновения? Служения Служения? Ну то есть не кто-то тебе должен Ну не то чтобы ты всем должен Но ты должен, может быть, не очень хорошо к этому слову люди относятся Но если ты должен Как бы если ты вот делаешь всё, что можешь Всем как бы людям, которые тебя окружают Вообще как бы говорится так, что любовь к людям — это милосердие То есть если мы говорим о любви между людьми То она проявляется как милосердие Что и как бы показывал Иисус Христос, да? Это было просто бесконечное милосердие Его распинают, а он прощает Мне хотелось бы добавить ещё по поводу словия служения, которое Вадик использовал Просто чтобы правильно его поняли Как мне кажется, что здесь ведётся речь не о том, чтобы ублажить кому-то Опять же служение не эго человеку А какому-то высшему аспекту его составляющего Помочь человеку вернуться к Богу Вот какое служение То есть служение должно быть таково То есть ты любовь видишь только в религиозном контексте? Только в теологическом? Ну давайте не будем говорить о религиозных Я тоже не хочу Просто ты сам пошёл в эту сторону Поэтому я спрашиваю Был вопрос про... Можно астрактно это называть Высший свет Да, просто понятность, да? Что есть? Ну кому-то понятно, кому-то нет Но для нас, для всех троих понятно Что есть высший свет, высшая сила Вы, кого-то высшая личность И как бы все взаимоотношения между людьми Мы, конечно, пытаемся построить через призму знаний Пониманий, в первую очередь, этой высшей личности Выше этого света Потому что есть определённые знания, которые этот свет спускает путём медитации Путём писаний, разными путями Путём просветления, да? Путём очищения себя Но эти знания приходят И на основе этих знаний ты уже как-то взаимодействуешь с этим миром И, в первую очередь, с тем миром, да? Странно прозвучало Но здесь, на самом деле, если мы присмотримся к взаимодействию здесь людей Всё достаточно кубиками устроено И здесь сто тысяч, там, сто тысяч ситуаций Они повторяются, повторяются с теми или иными оттенками Поэтому, когда ты понимаешь, что здесь более-менее всё понятно Ты как бы хочешь в любом случае выйти за рамки И, конечно же, как бы вот все мы трое Мы пытаемся так или иначе выйти за эти рамки И путём этого выхода уже смотреть на то, что происходит Понятно, что я говорю, нет? Да-да-да То, что происходит вообще тут, короче, у нас в студии Да, любовь, она же не имеет границ Это то, что всё время увеличивается, увеличивается, увеличивается Вот, и над этим, мне кажется, и надо работать Потому что это огромная работа Я просто в этой связи вспомнил реплику Хорошего моего приятеля в своё время Он хирург И вот он как-то сказал эту фразу Я её запомнил на всю жизнь Говорит, ты знаешь, для того, чтобы избавить человека от боли Которая в нём есть, ему надо сделать больно Ну, он хирург, он режет Но для того, чтобы он не чувствовал этой боли Конечно, существует наркоз Но, тем не менее, по сути, это боль Поэтому любовь есть боль, сказал он Я вот теперь пытаюсь сложить то, что вы рассказали сейчас То, что сейчас, в данном случае, ты изложила Как свою теорию С тем, что является на самом деле Потому что... А мы никогда не узнаем, что она является на самом деле Потому что любовь есть Бог Как мы можем Бога узнать здесь на самом деле Это мы можем узнать только какие-то частицы Его Вот как бы, как говорят мудрые люди Что любовь, на самом деле, она открывается только, когда ты находишься в смиренном положении И когда ты смиренен, она на тебя сливается потоком И ты можешь её отдавать, транслировать и находиться вообще в другой реальности Вот, а многие путают смиренность и доверчивость Смиренность и наивность, смиренность и... Ну так будьте наивны, как дети Заповедуя опять же такие Иисусы Согласен, согласен Я, в общем, это и проповедую на самом деле Потому что некая, в некотором смысле, смиренность и доверчивость Это те качества, которые дают человеку право и возможность чувствовать несколько больше Другой вопрос, да, в силе Согласен И опять же, как говорят, что, конечно, если в какой-то момент это приходит Ну, очень цинично, возможно, это прозвучит Но ущерб вам, вот это вот ваше доверие То, возможно, нужно немножко дистанцироваться Чтобы просто сохранить себя, как творение Красиво Надо петь Давайте Что это будет? У нас, мы думали сегодня не играть ее У нас есть в программе песня Кавер на Наутилус Сто летней давности Почему же не играть? Шар цвет хаки Ну, обычно говорят, там, авторский все такое Нет, тихонечко-тихонечко Я поясню, и аудитории тоже Если вы публикуете эту песню на альбоме в коммерческих целях Тогда вам нужно как-то отмывать права и так далее А в концертных выступлениях никто этого, собственно, не запрещает Кроме всего прочего, вы уже назвали авторов Да Это же не ваша песня Это совершенно нормальная история кавера Кавер Кстати, аудитория так любит каверы Да Вот у нас как раз тот случай, когда, смотрю в книгу, вижу фигу Там, я надеюсь, что все получится Третья клавиша Сейчас я скажу, ох, третья клавиша Кирочка, третья клавиша Третья клавиша слева Спасибо, господи, как с вами хорошо Третья клавиша слева, пожалуйста Плав, плаф, ты есть? Что, приклеить клавишу? Да Как всегда, живой звук в программе живые Здесь сегодня шактилок Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Был бесцветным Беспречно чистым Был прозрачным Стал абсолютно белым Видно, кто-то решил, что зима И покрыл меня мелом Был бы белым Но все же был бы чистым Пусть холодным Но все же с ясным взором Но кто-то решил, что война И покрыл меня черным Я вижу свет Но я здесь не был И я слышу свет Я чувствую свет И я знать не хочу Всех тех, кто уже Красят небо Я вижу песню Я слышу лишь Марш-марш левой Марш-марш правой Я не видел картины Дурнее, чем шар цветах Был бы черным Да пусть хоть самим чертом Но кто-то главный Кто вечно рвет в атаку Приказал наступать на лето И топтал меня в хакер Я вижу дым Но я здесь не был Я слышу гар Я чувствую гар Я знать не хочу Ту тварь, кто спалит Это небо Я вижу песню Я слышу лишь Марш-марш левой Марш-марш правой Я не видел картины Дурнее, чем шар цветах Хаки Марш-марш левой Марш-марш правой Марш-марш левой Левой Марш-марш левой Был бессветным Был бессветным А вот это неожиданно весьма здорово, пишет Максим Васильев, например. Собственно говоря, здесь, в ВКонтакте, в группе, под вашим анонсом. Что касается неожиданности и смелости, что вы в своей жизни, ну, сейчас говорю не только о творческой жизни, возможно, но вообще в принципе о жизни, когда-либо позволили себе неожиданного и смелого? Были какие-то такие шаги, после которых потом так сам себе репчешь и думаешь, блин, как ты меня вообще угораздил, как я осмелился-то на такое? Мне кажется, у меня Кира говорит, да как же ты осмелился вот этим всем заниматься? И меня еще втянул в это дело. Мне кажется, рок-н-ролл вообще, что еще может быть смелее и безнадежнее в нашей стране? Почему же безнадежнее? Ну, не знаю. Мне кажется, тут ошибается на самом деле. Нет, ну главное ощущение счастья же, правильно? Вот оно. Вот оно. Это ощущение не только вам свойственно, как музыкантам, но и тем, кто вас слушает. А можно я у Егора спрошу тот же вопрос? Да, конечно, можно. Как в том фильме, еще впереди. Да. Я ставлю за собой возможность. Да-да-да, какие мы артинисты. Но мне почему-то кажется, что Кира в данном случае девушка гораздо более смелая, чем мужчина. Это точно, да. И она на всякого рода эксперименты и какие-то, может быть, необдуманные поступки больше склонна. У нее в крови это просто. Это чувствуется, это видно, по глазам видно. Ну вот какой-нибудь, может быть, самый сумасшедший поступок. Но вы не поверите, действительно, петь, потому что пою я только год. Я до этого была журналистом, как вы уже сказали, и родители меня готовили быть социологом. И защищала кандидатскую по социологии. И это была последняя капля в истории предыдущей жизни. Но при этом родители меня, как ни странно, также подсознательно подготовили к музыке, потому что у меня папа основатель московской рок-лаборатории. И вот все детство я... Вот эти вот петушки... Лей-дей-он! Лей-дей-он! И я думаю, господи, никогда, никогда с музыкой, с рок-музыкой... А что папа сказал-то, когда узнал, что ты поешь и играешь? Я тебе всегда говорил, всегда говорил. А, то есть он доволен? Доволен, да. Ну, слава богу, что папа доволен, это важно. А мама чего? А мама... Мама говорит, иногда говорит, что надо мне в мозги вправить. Все-таки говорит, пока не верит в тебя до конца. Нет, ну просто, мне кажется, это такая мамина задача, такие вещи говорить. Вправлять мозги? Да. Но они с папой как-то обсуждают эту тему, чтобы не быть в разночтениях, в разнобойто? Вы знаете, ну поскольку моя мама тоже с папой все время порой коллабораториям... Видимо, она поэтому и говорит, господи, ну что ж ты как вот... Ну, он-то сумасшедший, и ты туда же. Ну вот и все. Вот и правильно. Мама просто человек более практичный, чем папа. Да. Чаще всего так и бывает в семье. Мама чаще практичная, чем папа. Значит, сейчас-час-час-час. Хом Оди, вот так зовут человек. Всем доброго вечера. По-моему, неплохой коллектив, и играют неплохо, и поют хорошо, и общаются смело. Мне нравится. Держайте, ребята. Спасибо. Да, на здоровье. Всегда пожалуйста. Давай-ка напомним о концертах. Это ведь важная история. Когда ближайшие вас, я знаю, четыре. Ближайшие, да, на эту неделю уже, 9-го числа у нас в Великом Новгороде концерт, 10-го в Питере, в Грибоедове, 17-го у нас у Дня рождения в Фак-кафе в Москве, и 31-го числа в Туле, в Ворота Солнца, называется Куб, приходите всем. Спасибо. Но раз уж зашла речь о Днях рождения, я все-таки позволю себе, имею полное право. Дело в том, что 26-го октября у радиостанции «Свое радио» тоже День рождения. Тоже год. Запустились, да, запустились именно 26-го числа. Но так сложилось, что в клубах свободного времени не осталось, кроме как 1-го ноября. В общем, 1-го ноября мы проводим наш юбилей. Это будет большой концерт, сборный концерт, не только концерт, но и вечер, в некотором смысле, все ведущие радиостанции. Ну, кто сможет, появится на сцене. Музыканты замечательные совершенно. Это группа «Новый диван», «Мордор», «ДМЦ», «Николай Гриньков» и группа «Грин», «Чаханте», «Аберег», «Артерия». Это очень такой большой, мощный, серьезный концерт. И мы очень всех вас ждем в клубе «Вольта» 1-го ноября, начало в 6, сбор гостей в 5. Соответственно, можно билеты покупать и удаленно на сайте клуба, там все есть, кнопочка «Купить билет». Можно, собственно, через кассу клуба, вступайте в сообщество, которое называется «Концерт через первого года вещания». В общем, стараемся сделать все возможное, чтобы те, кто целый год слушал радиостанцию, называя «ЮЩЮЮ», себя, свое радио, увидели, сошлись нос к носу с теми, кого они, собственно говоря, в течение этого года слушали, узнавали. Потому что очень много групп в ротации 350, на самом деле, коллективов. Мало таких радиостанций, где такое количество групп. И большинство из них для очень многих слушателей были новыми, неизвестными. А сейчас они звезды, уже для них. Большое дело вы делаете. Стараемся. Соответственно, мы теперь стараемся скрестить. Ну, как минимум, в наш юбилей скрестить одних с другими. Что получится, не знаю, хотелось бы, чтобы получилось хорошо. Ну, это просто ты заговорил о дне рождения, я вдруг вспомнил, что у нас он тоже на носу. Ребятки, вот какая штука. Надо бы, конечно, петь с одной стороны, а с другой стороны, пока сейчас говорил, мысль вдруг пришла. Неожиданно. Она у меня, вот мысль бывает, один-два раза в день приходит. Вот сейчас пришла. Мысль, которой я хочу поделиться. Люди разные приходят в музыку из разных совершенно профессий. И программа «Живые» тому, живое доказательство, пардон за тавтологию, уже за три года столько переходило коллективов, столько мы уже открыли для кого-то глаз и групп. Столько уже переиграло здесь. В большинстве случаев людей, которые занимаются только музыкой, критически мало. Критически мало. Вот и журналисты, и айтишники, и кого только нет среди музыкантов, и кто они в большей степени, трудно сказать, потому что человек творческий, он, в общем, занимается музыкой, потому что это душа требует, а работает тоже потому, что как кушная. Вот вы, когда говорите, или когда мы говорим о вас, о творчестве, о группе, о том, что вы делаете все вместе, вы все-таки, ну вот так, только честно, да, задним планом что держите? Ту профессию, которая сейчас, ну ту работу, которой занимаетесь, или все-таки музыку? А мы ничем не занимаемся больше. Ничем не занимаемся. Только музыкой? Ничего, хватает на жизнь? Нет, это была вообще удивительная история притчи во языцах, на что мы все живем. Ну вот реально падает. На что живет своя радио, тоже притча. Да, вот вы нас понимаете, просто падает с неба какая-то, ну какая-то милость, потому что когда человек занимается своим делом, и своим делом не то, что ты профессиональный музыкант, а именно то, что вот душа куда ведет, служением, опять же-таки, да, то, ну конечно, Господь не оставляет вот так вот болтаться, как, что. Как что-то в проруби. Ну да, ну да. Позаботиться. Самое, знаете, страшно отпустить ситуацию и довериться. Когда опять же, да, вы понимаете, в какие руки вы доверяетесь, то нет проблем. Спасибо за эти слова. Это очень, на мой взгляд, точное определение того, что, собственно, я от вас и ждал услышать. Давайте теперь петь. Что это будет? В ладоши, да, у нас, по-моему? Да. Это самое, наверное, громкое. Громкое? Ну да. Делаем тише. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Шакти Лока». Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ощущения беспощадно-предельные, станут медными. Вы в ладоши хлопайте, хлопайте, тянем нервы мы. Распустите сны по ниточкам, да накиньте петельки. Не терейте своих привычек, спятая песенка. Вы нарочито пьяны и клянетесь быть верными. Вы невозможно пустые, хотя дорогие гурманы, наверное. В платьях белых, жиманно милы, и придете, пожалуй, первыми. Но не надо любезно мне делать добра и играться манерами. Но не надо любезно мне делать добра и играться манерами. Но не надо любезно мне делать добра и играться манерами. Но не надо любезно мне делать добра и играться манерами. Я не знаю, рабы такие, как вы, или лучше быть бедными. Я не знаю, рабы вы наукам извне, или просто беглые. Не друзья вы, ни мне, ни себе. И не стоит обманываться. Так вы в ладоши хлопайте, 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 хлопайте. Мы идем кланяться. Вы в ладоши хлопайте, 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 хлопайте. Мы идем кланяться. Послушайте, а что для вас является мерилом успеха? Ну, я еще немножко расширю, наверное, вопрос, чтобы было понятно. Вот у вас концерт, к примеру, вы играете, делаете свое дело с самоотдачей до седьмого пота, что называется, да? Понимаете, что все у вас складывается, а зал не аплодирует. Ну, к примеру, а зал вот такой какой-то тихий, как будто пришибленный. Вы будете потом себя казнить, что ли? Что-то мы не так сделали, что-то у нас не получилось, что-то как-то не приняло народ. Или все-таки, скорее всего, мысль придет о том, что, возможно, не те люди пришли? Ну, на самом деле, если что-то, как бы, если ты что-то делаешь, ты не то, то ты это чувствуешь. И если ты, ну, просто если ты будешь говорить, что там кто-то, короче, на другого перекладывать ответственность, то ты просто будешь себя обманывать, и это, наверное, очень честно. Ну, мне кажется, мирила успеха это какой-то такой... Ну, это сейчас, кстати, цинично может прозвучать, но мирила успеха, на самом деле, любовь. Просто смогли ли мы настолько... Обойти в резонанс людьми, да. Обойти в резонанс, настолько как бы дать кредит, да, и оправдать его, или не смогли? Иногда бывает так, что немного народу приходит на концерт, ну, просто все классно, настроение классное, все здорово. Хотя любой другой человек с каждого с ума сошли, там, не заработали, дорогу хоть, там, не знаю, отбили, не отбили. Вот, а иногда бывают и люди, и счастливые. Ну, на самом деле, конечно, нам. Мирила успеха это взаимоотношения, когда ты входишь в резонанс с артистом и со всеми людьми, которые на... Которые пришли, я, собственно, и стал этим, из-за этого чувства заниматься музыкой. Качество взаимообмена, собственно. Да, да, когда ты приходишь на концерт на чей-то, и ты для тебя, каждый, вот, каждый неизвестный человек, он для тебя родная, ну, как бы брат твой, душа. Потому что вот люди на сцене, они взяли и объединили. Это волшебное ощущение. Я вдруг, ну, почему спросил, потому что вспомнил, я в самой театральной семье, там много чего было намешано. Был эпизод, после которого я, пожалуй, пересмотрел вообще многие очень смыслы своей жизни. Это было связано с моей матушкой, актрисой. Вот она как-то однажды рассказывала эту историю, когда был у нее моноспектакль, роскошный совершенно, по пьесе одного французского автора. Ну, это неважно уже. Она ушла со сцены, и в зале полная тишина. Полная. И она стоит за кулисами, приходит в себя после такой тяжелой финальной сцены и думает, господи, а зал-то был полный. Она это видела. Что же произошло? Люди не аплодируют. Вообще ни единого звука в зале нет. Ни единого. И у нее был шок, потому что актриса с огромным опытом, она понимает, что да, все закончилось, люди должны, ну, так положено как-то. Если понравилось, аплодируют. Не понравилось, тихо уходят. Так тоже там два хлопка и ушли. И она, говорит, я впервые в своей жизни офонарила настолько, что просто взяла и вышла на сцену снова. Посмотрите, что происходит. И вот как только она вышла, раздавились бурнейшие овации, народ встал и стоя, так сказать, оплодировал. Они просто были в экстазии. Да, люди находились в этом состоянии, когда невозможно было. И вот они как-то так, увидев ее снова, вернулись, так сказать, на землю. Вот поэтому я спросил, как вы ощущаете себя, если не получаете той отдач, которую хотели бы. Ну, в общем, я все услышал. Такого у нас не было еще. Вот я хотела сказать, что нам очень везет, что... Нет, на самом деле я хотела сказать, что нам очень везет, потому что где бы мы не выступали, принимают очень тепло. Поэтому, дай бог, по-тут-фу, 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 по-тут-фу. Я стучу за тебя. Да, спасибо. Так и должно быть. Так и должно быть. Время неумолимо. У нас осталось всего 25 минут с большим, чуть меньше даже. В хорошей компании никогда времени не замечаешь, это правда. Давайте так. Я не знаю, сколько там, три, наверное, песни у вас запланированы еще, я так понимаю, да, по программе? Ну, сколько есть, да. Две или три? Ну, три можем тоже сыграть. Вот, вот, вот. Поэтому я и думаю, что сейчас, возможно, вам как раз пришло время сыграть что-то. Так, чтобы уж продолжить, ну, скажем, мыслью, может быть, эмоции тот разговор, который у нас идет. И про любовь. Как-то с вами хочется об этом говорить, вы располагаете. О таких тонких вещах беседы беседовать. 46-47 это короткий номер для ваших смс-ок. 46-47 сначала пишите свои, пробел делаете, а затем уже все, что хотели бы сказать музыканты, может быть, спросить у них о чем-то, мало ли какие-то у вас вопросы, может быть, эмоциями просто поделиться. Так тоже бывает, эмоций бывает много. Вот Светлана Коваленко пишет следующее к вопросу о том, что надо выбирать одно направление. Особо отмечаю группы, песни которых разнообразные, охватывают разные жанры. Вот их-то моя память лучше сохраняет и больше желания их слушать. Ну, в общем, мне кажется, правильный, абсолютно правильный подход. Я с этим подходом совершенно согласен. Ну что, все? Да, сейчас мы сыграем новую песню. Как называется? Ну, это практически... Мы даже не знаем, как она еще называется. Да, мы не знаем, как она, вот мы совсем ее недавно... То есть премьера-премьера? Ну, да, она даже такая совсем акустическая, совсем... Третий, куда-то где же третий-то, да? Мы играли только, на самом деле, один раз на концерте. Ну, и два раза дома, видимо. Он поэтому и считает третий. Давайте так, есть у нас добрая традиция. Если музыканты не знают, как называется песня, мы просим аудиторию по ассоциациям придумать название этому произведению. Если вдруг что-то мелькнет близкое, или что-то мелькнет среди тех предложений, которые будут вам понятны и очевидны, то вы даете знать, может быть, чем-нибудь людей наградим за это дело. Вы альбомчик с собой принесли? Принесли. Вот, молодцы. Значит, есть чем, если вдруг что-то. Палочки можем еще подарить. Палочки — это нормально. Палочки, альбом как-то больше ценится, чем палочки. Уж прости, конечно, палочками далеко не все умеют пользоваться, а уж пластинки — это разберутся. Как всегда живые звуки. Главное, чтобы зажигалка. В программе живые. Здесь сегодня шаг телок. У меня, кстати, была очень интересная история с палочками. Мне тетя привезла, значит, бенгальские огни, как мне показалось, из Китая в 80-х годах. Я такой вышел на улицу, думаю, сейчас я зажгу, что же это интересно за бенгальские огни. И очень удивился, когда из них какой-то, из этих бенгальских огней, пошел вот этот благовонный аромат. А, не те палочки. Да, а я первый раз в жизни увидел вот такие вот китайские бенгальские огни, которые оказались в благовонии. Подожди, ты имел в виду эти палочки? Конечно. А я думал барабанные. Нет. Нет, нет, было благовоние. Ну, благовоние можно к альбомчику приложить тоже. Барабанные палочки еще лучше, мне кажется, чем благовоние. Я там, палочки Егора. Ну, давайте попробуем новая песня. Песня, которая пока не имеет названия. Друзья мои, сейчас прощаюсь к аудитории. Давайте креативте по ассоциациям, скорее всего. Что это может быть по названию? Руки сложены, слова сказаны. Мягко ветер шелестит ветками. Глаза видят, все краски смазаны и силуэты в тенях редкие, редкие, редкие. Ты где-то ходишь по пространству мыслями, а я пытаюсь рассмотреть голубя. Листва рассеяла дорогу смыслами, и эти смыслы все лезут в голову, в голову, в голову. Мне так одиноко, мне так. Не жертвуй малого, не отмеряй по толике, люби усталого. Тебе такой ли? Люби безбрежностью, люби без скромности, и мы распустимся по невесомости. По невесомости, по невесомости. По невесомости, по невесомости. Мне так одиноко, мне так. Мне так, а-а-а-а-а, по невесомости. По невесомости, твоей весомости, это круто. Очень серьезный такой словесный оборот, правда. Я очень люблю такие фишки, такие слова образования необычные. Очень круто. Ну, будем ждать теперь, может быть, народ подскажет, как назвать эту песню. Понятно, что можно по тексту, по невесомости, твоей весомости, уже понятно. А вот человек пишет просто в невесомости. В невесомости есть, мне кажется, смысл. Полет мысли, пространство и время. Разные варианты уже пошли. Скажи, ты всегда поешь с закрытыми глазами? Когда близко люди, как вы сейчас, да. Мне так, знаете, страшно всегда посмотреть. А когда в зале я смотрю, вот забавно, да, я выхватываю даже взгляд специальный. Я не знаю, что сказать. Ну нет, ну ты уже сказала. По-разному, и с закрытыми, и с открытыми. Ты уже сказала, все. Я почему спрашиваю, потому что, ну, есть манера разная у людей, да. Как ты показал, один делает так, другой делает так. Но это уже его личное внутреннее какое-то состояние. Просто мне казалось, что ваши песни, они такие личные. Ну, я имею в виду сами по себе, само творчество. Что как раз глаза в глаза было бы в зале, если в зрительном. Глаза в глаза было бы очень убедительно. Тем более с такими глазищами. Там же глаза на пол лица. Смотреть больно. Ну, не больно, но завораживает, на самом деле. Если еще и взглядом так во время концерта сойтись, то я думаю, что зрительный зал будет потрясен основательно. А что касается самого большого успеха вашего, вы его уже ощутили на этом этапе своего творчества? Какой-нибудь концерт, который прошел так, что просто башню снесло самим от удовольствия? Ну, полностью концертный. Тайбола, да, да, Тайбола, да. Вот это действительно, да. А что это было? Это очень крутой, интересный фестиваль. Тайбола на краю земли. Это на Белом море. Это надо доехать до Архангельска. И от Архангельска я просто сейчас действительно... На таких перекладах. Да, знаете, когда вы вбиваете, нам говорят, да тут 250 километров, что тут? Я говорю, да тут мы сейчас за два часа даем. И такие, нет, часов шесть. Мы такие, ну как, шесть, 250 километров. Короче, там 30 километров по нормальной дороге, а потом 200 ты едешь по грунтовке. Тяпаный, осликом, вот реально. А потом ты вместе с очередью в местных, так сказать, о, как же это, о, я забыл, как город называется. Там переправа, ты переправляешься на переправе на пароме и едешь еще 50 километров. Это удивительное место. Это там чистейшее, лучшего звука я не слышал нигде. А, это все потому, что так далеко. Я уж не знаю, почему. Нет, просто есть, у меня папа занимается хайендом, и он говорит, что интересная вещь, что очень грязная сеть. В Москве и в больших городах очень грязная сеть. Микроволновки, сотовые. Из-за этого все, как бы, так сказать, музыкальные тона на низком фоне, они забиваются. Поэтому очень важно хорошую сеть иметь. Почему Pink Floyd с собой генераторы возит? Чтобы была чистая сеть. Так вот там вот были привезены в чистое место очень хорошие генераторы. Я не знаю, что там было, но так там все звучало. И были очень крутые люди. И ты играешь перед, собственно, морем этим гигантским. Белую ночь. Ну там, скорее всего, еще и вот это место играет роль. Все. Я думаю, что это просто самосочетание. То есть ты рассказал эту историю, да, про какие-то... Белое море, ты говоришь, да? Коха Шустарев, ну, это вокалисты, отец основателя группы Пушкинг, замечательный совершенно человечеще. Вот он рассказывал, как-то они ездили с Пушкингом в Благовещенск. Это еще было в советское время. Мы, говорит, приехали в Благовещенск. Желтые маленькие домики, какие-то грязненькие улочки, надо сказать, да? Река Амур же там, по-моему. По-моему, Амур, Амур, да. И вот, говорит, у берега Амура, вот мы гуляем по берегу, сидят мужички на этом берегу в кепочках, там курят какие-то самокруточки. Смотрим на эту сторону, а там уже Китай за Амуром. Там тоже желтенькие маленькие избитые домики, такие же улочки кривенькие. И тоже мужички сидят, тут китайские, тоже курят самокруточки. Мы, говорит, сыграли в Благовещенске, уехали, уехали в Штаты, там много чего было. Лет через десять вернулись обратно в Россию, и снова поехали в Благовещенск. Идем по улочкам Благовещенска, желтые маленькие кривые улочки, такие же разбитые и непонятные дороги. Мужички на берегу, как будто бы те же самые, сидят курят самокрутки. Поворачиваем голову за Амуром, а там небоскребы, развязки, дороги. Вот я к тому, что иногда сеть, вот та самая, о которой ты сказал, все портит. Все, чтобы оставалось все чистым, нетронутым. Судя по всему, Благовещенск как раз именно об этом и беспокоится. Чтобы все оставалось изначально так, как и было задумано. Надо петь. Давай. Давай. Чего будет? Сейчас. Подсмотри. Да, да, да. Не дышит небо. А, да, я думала. Да, давай не дышит небо. Не дышит небо. А я уже даже... Ты об этом и думала, судя по всему. Нет, я думала о Вертинском. Может быть, Вертинским закроем тогда программу. Я, причем, Витя судорожно взяла телефон, я, мало того, третья клавиша, так еще и бывает. Понял. Знаете, говорит, если Бог хочет наказать человеку, он отнимает у него память. Шактилука сегодня здесь. Как всегда, живой звук, программа живой. Поехали. Обреченная любезность. Я свободу, променяв на братство, идешь по краешку дождя. Обратно к равенству препятствий. В закрытый дом запустишь луч. Сомнения наложили руки и давит, тяжко давит грудь. Мне дышит небо, а, 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 не обессудь. Мне музыка дает слова, как мысль дается. По поступкам слова не исчерпать до дна. Не стесняясь, разбрелись по суткам. Моя хрустальная душа отчаянно заколотила станы. И не помогут мне остаться здесь. Дела остывшие Еще вчерашним ко мне Остывшие Еще вчерашним ко мне Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Та-та-та-та-там 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 Эх, времечко, времечко, времечко. Всего-то одна песня у нас осталась до самого конца. Уж программы. А вот тут народ-то предлагает массу вариантов, один из которых повторяется почти у всех. Невесомость. Все предлагают назвать так. Но Александр Кирьянов, мне кажется, предлагает несколько более, ну, скажем так, точный, конкретный адрес. Он говорит, назовете «Невесомая осень», не прогадаете. Ну, в общем, смотрите сами. Тут есть очень точное определение того, что сегодня происходит. Человек, даже сам Роман Усольцев его зовут, не понимает, как он точно определил сегодня происходящее. Неоднозначное ощущение от того, что я сегодня слышу, но очень приятное. Вот эта неоднозначность, мне кажется, это как раз та самая категория, в которую вас определяют, ну, скажем, определили бы музыкальные критики на Западе. Другое. Озер. Озер, да, озер. Другая музыка, она непривычная, она не такая, как... Нетрадиционная, скажем, не в том смысле, конечно. Нетрадиционная в плане привычек, стандартов каких-то и всех уже отработанных, давным-давно слизанных или уж переделанных, переработанных вариаций. Сколько, кстати, продолжается песня? Ты о Вертинском что-то вдруг сказал? Коротенькая, Леонид. Коротенькая? Сколько она? Пару минут. Пару минут. Хорошо, тогда надо это иметь в виду, закончить мы должны просто песней. Вертинский — это что? Это любовь определенная? Или, может быть, просто стихотворение попалось такое, которое стукнуло? Нет, это любовь и к нему, и ко времени, и к эстетике этого времени, потому что это, конечно, начало прошлого века, да, уже, господи, уже этот век, а это прошлый. Начало прошлого века — это, конечно, для меня, наверное, самое живое время, которое только есть. Иногда я иду по улицам и думаю, господи, почему? Знаете, как в этом, господи, где Иван Васильевич меняет профессию, там стены проступают, вот иногда у меня это время просто проступает, и я пытаюсь в людях найти других людей. И, вот, знаете, отдаозно бы, думаю, господи, почему я здесь? Почему это невозможно? Хотя я понимаю, что там было тяжело, там была революция, там был гос, господи, чего там только не было. Но все равно вот душа моя почему-то там. И еще в одном месте. Как же ты сейчас... Это в каком? Как вот наша подруга сказала, на Востоке. Ты сейчас просто, ну, что называется, повторила почти из слова в слово. Меня в юности все друзья называли парень из прошлого века, да? Я тоже как-то смотрю на все несколько под другим углом, и я вижу в этом некий смысл. Но самая интересная мысль, которая у меня в юности, ну, скажем, в те годы, когда я еще тоже учился в театралке, приходила какая? Почему Станиславский, Немирович, Данченко, Миверхольд все в одно время? Да, да, да. Почему Вертинский? Да сейчас вспомнить все это время, эпоху эту. Цитаева, Есенин, Костяков, Господи. Вот всех туда, да, Гумилев. Вот удивительно, все в одно время. Все. Как так случилось? Почему это была такая концентрация? Видать, мы, кстати, у нас есть знакомые астрологи, и мы хотим узнать, что по звездам тогда стояло, потому что явно было какое-то очень сильное проявление. Ты надеешься, что станет снова так? Ну, в 90-е, мне кажется, вот в начале 90-х была похожая ситуация, потому что и в музыке, и в кинематографе, и вообще в обществе было очень интересное настроение. Сейчас, Егор, что ты скажешь? Упомянули просто слово Гумилев, в смысле... Хорошее слово, да. Да, отличное слово, просто Гумилев младший, если вы слышали вот этой теории, пассионарные теории Энгенеза, вот когда некие эманации свыше сходят на Землю, в определенной области происходит что-то вот с людьми, то есть некое качество пассионарности. Вот, мне кажется, это из этой оперы, собственно. Очень может быть. Очень может быть. Вот интересно посмотреть, когда такое же будет положение стоять, чтобы как-то... Доживем ли мы до этого? Доживем ли мы до этого? Но я тоже всякий раз думал, ну почему я не в то время появился на свет? Но какое было время-то интересное? Оно всегда трудное, революция и не революция, всегда своя трудность есть какая-нибудь, не одна. В любую эпоху. Господи, но в них в каждом столько вдохновения. Жить и столько вдохновения, умирать. Не-не-не, живи, 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 не надо умирать. Рано еще. Значит, вот что написал Сергей Малявин, захотелось пойти на их выступление именно в какой-нибудь маленький клуб. Вот, пожалуйста, тоже оценка, камерная музыка. Вы играете камерную музыку не для большой площадки. Мы акустические концерты играем. Для небольшого количества людей. Акустические это просто без барабанов ты имеешь? Ну, с кахоном. С барабанами, с кахоном. С кахоном, да. То есть Егор еще и на кахоне играется. Ну, он вообще, он электронщик еще, знаете, какой-то. Пассионарий. Ого-го. Я понимаю, да. 46-47 это короткий номер для ваших смс. Вот невесомая, очень невесомая песня написал человек. Ну, то есть, опять же, и на смс-портал приходят и в переговорку, я имею в виду, в обсуждение ВКонтакте. Все про невесомость. Вот та песня, она по-любому, хоть текст, не текст, она сама по себе невесомая. Поэтому смотрите сами. Вы потом можете заглянуть, кстати, сказать, в это обсуждение. Может, что найдете. Может, что-нибудь как-то определитесь. Ну, а если нам нужно закончить песню, то тогда про то, что люди пишут. Конечно, вот действительно невесомость, она, действительно песня невесомая. Но вот человек, который написал «Невесомая осень», конечно, это к песне мало имеет отношения. Но это имеет отношение к осени и к этой осени. Эта осень действительно, она в каком-то таком полете, по крайней мере, у нас. Надо заканчивать завтра в программе «Живые» группа «Ивашов». Я к тому, что альбом ему. Ему. А, понятно. А, вот так. Да. Окей, тогда оставите на нем автограф, мы человеку передадим. Короче. Шахтиловка заканчивает свою программу. Как называется песня? Ваши пальцы пахнут ладом. Боже ты мой, какую песню ты выбрала? Всем пока, до завтра. Будьте здоровы. Ваши пальцы пахнут ладом, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо вам, никого теперь не жаль. А когда весенней вестницей вы пойдете в дальний край, Сам Господь по белой лестнице поведет во светлый рай. Тихо шепчут. Дьяка седенькой за поклоном бьет поклон И метет бородкой реденькой вековую пыль с икон. Ваши пальцы пахнут ладом, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо вам, никого теперь не жаль. Никого теперь не надо вам, никого теперь не жаль. Никого теперь не надо вам, никого теперь не жаль.